В мае 2021 года Bungie отметит свой 30-летний юбилей. В истории студии, о которой большинство из вас знают как о создателях серии Destiny и Halo, найдётся немало интересных моментов. В их послужном списке есть игры, которые повлияли на всю игровую индустрию, а сюжеты некоторых франшиз до сих пор увлекают фанатов винтажных игр и заставляют строить захватывающие теории. Сейчас, глядя на то, как выросла армия поклонников Halo и Destiny, ещё забавнее вспоминать о том, что в самом начале истории студия, состоявшая тогда по сути из одного человека, просто создавала клоны популярных игр для Macintosh. Читая материалы об истории студии, я постоянно натыкался на интереснейшие факты и в какой-то момент понял, что просто обязан поделиться ими с вами. Так что я решил создать небольшую серию роликов об истории студии Bungie, а о некоторых их ранних проектах и вовсе поговорим в отдельных видео. Надеюсь, что вам понравится мой рассказ. Студия Bungie была основана в 1991 году студентом Чикагского университета Алексом Серапяном. Алекс изучал математику с упором на информатику, но поскольку в то время образование, связанное с компьютерными технологиями, только начинало появляться в крупных университетах, факультет не давал выпускникам степень бакалавра. Поэтому Серапян просто получил диплом бакалавра математических наук, а его страсть к компьютерным технологиям и разработке программного обеспечения была скорее любимым хобби. На последнем курсе Серапян жил со своим отцом, и однажды, засыпая на диване у себя в комнате, его одолевали мысли о будущем. Он раздумывал, стоит ли ему устроиться на работу как математику или создать собственную компанию по разработке видеоигр. Наутро он обратился за советом к отцу, а тот посоветовал устроиться на работу, чтобы получить стартовый опыт. Внимательно выслушав аргументы отца, Серапян уже на следующий день решил основать собственную компанию. Позже в интервью Алекс отшучивался, просто мой отец мастер обратной психологии. Когда ты только начинаешь собственное дело, первое, что тебе приходит на ум, это «А как я назову свою студию?» Название Банджи показалось забавным Алексу, и он остановился на нем. Хотя на самом деле до сих пор некоторые сотрудники студии на вопросы о том, что же означает и как появилось это название, отвечают уклончиво. Кто-то даже говорит, что это секретная информация. Но чаще всего встречается версия о том, что это из какой-то грязной шутки. Поскольку Серапян работал на Macintosh, он решил, что и свою первую игру он будет разрабатывать под эту платформу. PC к тому времени уже предлагал своим пользователям несколько игр. И посмотрев на самые популярные из них и оценив свои возможности, Серапян создал Gnob. Клон игры Pong. Даже название, по сути, было лишь анаграммой. Идея такого проекта оказалась Алексу забавной и стала хорошим опытом для начала своей карьеры. Учитывая, что игру он писал в одиночку, ему приходилось применять все свои навыки. Например, даже в озвучивании игры. Когда вы проигрываете, вы слышите злорадствующий смех Серапяна. Разумеется, игра распространялась бесплатно. Хотя некоторые игроки все же покупали исходный код игры за 15 долларов. Конечно, эти деньги можно было назвать первой выручкой за игру, но все же Gnob была не коммерческим проектом. И Серапян задумался над разработкой новой игры, которую можно было бы начать продавать, и которая стала бы куда большим украшением в портфолио молодой студии Bungie, чем простое списывание. В то время на Ближнем Востоке разворачивался военный конфликт, операция, известная как «Буря в пустыне». Алекса увлекли танковые сражения с документальных кадров, он стал изучать информацию о боевых действиях, и вскоре решил посвятить этим событиям свою новую игру с одноименным названием Operation Desert Storm. Так же, как и первую, эту игру он писал эксклюзивно под Macintosh. «Буря в пустыне» представляла собой шутер с видом сверху, где игрок брал под управление танк и должен был провести его через 20 сложных уровней. Даже на тот момент графика в игре не соответствовала своим современникам. Однако это всё ещё был полноценный шутер, полностью созданный лишь одним человеком. На разработку и продвижение игры Серапян занимал деньги у родственников и у друзей. Он очень кропотливо отнёсся к процессу создания игры. Отпечатав обложки в типографии, он отправлялся домой и долгими вечерами, сидя в своей спальне, сам собирал коробки, упаковывал диски, на которые сам же и записывал игру. Затем шёл с тиражом на почту и отправлял копии покупателям. В конечном итоге, игра разошлась тиражом более двух с половиной тысяч копий. Да, немного, конечно, но этот тираж официально принёс первые деньги в студию Bungie. Серапян понимал, что после первого коммерческого проекта он не должен тянуть с выпуском новой игры, тем более, что у него появилась своя, пусть и небольшая покупательская база, и ему было необходимо представить новый продукт и, желательно, качеством выше, чем буря в пустыне. Как раз очень кстати, Серапян познакомился с программистом Джейсоном Джонсом на курсе искусственного интеллекта в Университете Чикаго, который к тому времени разработал свою собственную игру с видом сверху. Минотавр. Ключевой особенностью игры, которая и покорила Серапяна, стало то, что Минотавр была мультиплеерной и разрабатывалась также под Макинтош. При этом Джонс даже не продавал игру, он вообще создавал её для совместной игры со своими друзьями вечерами. Однако Серапян убедил Джонса в том, что столь инновационный продукт не может оставаться лишь просто игрушкой для друзей, и предложил издать игру под именем студии Банжи. Доработанная версия игры получила название Minotaur Labyrinth of Creed, а её релиз состоялся в 1992 году. Важно понимать, что в то время онлайн-игры не были привычным способом развлечения, а уж о том, чтобы играть в сетевые фэнтезийные RPG на Маке, речи и не шло. Лабиринты Минотавра же работали на сетевом протоколе Apple Talk, разработанном Apple Computer для своей компьютерной сети, вшитой в Макинтош. Джонсон и Серапян потратили немало времени на то, чтобы найти сеть магазинов, которая бы помогла в распространении и продаже игры. Но поиски не увенчались успехом. Тогда дуэт разделил обязанности. Джонс отвечал за большинство творческих и технических вопросов продукта. А Серапян вёл дела как бизнесмен и маркетолог. Согласитесь, часто история многих дуэтов. Талантливый маркетолог и исключительный технарь. Денег, которые они зарабатывали с продаж, было немного. Но их хватало для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах, понять, что их дело может развиваться. Позже Джонс отмечал, что во многом благодаря грамотному менеджменту Серапяна, они могли оставаться на плаву. Конечно, ни о каком найме дополнительных сотрудников не могло идти и речи. Парни до сих пор самостоятельно склеивали коробки для дисков и отправляли самодельными копиями по почте. Сил двух разработчиков не хватало на многое. Поэтому в конечном итоге игра продалась точно таким же тиражом, как и первая игра Серапяна. Две с половиной тысячи копий. Это всё ещё немного, особенно в сравнении с цифрами, которые показывали игры на PC. Но Банжи осознанно сосредоточилась на платформе Mac из-за знакомства с её устройством и простоты использования. Рынок ПК был беспощадным, писал Джонс, а на стороне Mac всё было наоборот очень дружелюбным и доступным. Так что нам, как молодым разработчикам, было куда легче конкурировать на этой территории. Однако самое главное, что Минотавр всё ещё оставался единственной мультиплеерной игрой на платформе Apple и за время своего существования он успел сформировать вокруг Банжи настоящую фан-базу игроков, благодаря которым игра обросла своими историями и словно стала жить вне строчек игрового кода. Этот факт и первые цифры прибыли и стали главной движущей силой молодой студии в сторону своей следующей игры, роль которой невозможно переоценить. Как я сказал ранее, уже в то время на PC выходило куда больше интересных игровых проектов, чем на Mac. И конечно же, Джонс и Серапян следили за рынком, за трендами и играли в новые игры сами. Так в мае 1992 года Джонс прошёл новую игру Wolfenstein 3D от ID Software. Шутер от первого лица, в котором игрок в одиночку расправляется с армией нацистов, был невероятно динамичным и жестоким для того времени. И это оказало на Джонса огромное впечатление. Он решил, что следующей игрой студии должен стать именно 3D-шутер от первого лица. Для того, чтобы осуществить задуманное, студии нужен был новый движок, и Джонс довольно быстро написал свой новый трёхмерный игровой движок для Mac полностью с нуля. Это был простейший инструмент, который позволял строить лабиринты из прямоугольников в плоскости. Даже первого взгляда на него хватило для того, чтобы фантазия ребят разыгралась, и они решили, что так должна выглядеть новая игра, Minotaur 3D. Однако они протестировали разные сценарии и отказались от этой идеи, поскольку игра с видом сверху плохо представлялась в перспективе от первого лица, слишком многое терялось. К тому же на этот раз Джонс и Серапян решили, что игра должна стать одиночной, чтобы не ограничивать себя слегка опережающей время технологии мультиплеера. А это плохо ввязалось с ключевой концепцией лабиринта Minotaur. Так что Bungie задумались о полностью новой игре, которая должна была стать шутером от первого лица, с 3D-графикой, и к тому же включать в себя базовые элементы жанра RPG. Они назвали её Pathways into Darkness. Работа над первыми уровнями игры началась в январе 1993 года. Джонс написал код игры и совершенствовал движок, а для работы над графикой на этот раз он пригласил своего друга, Колина Брента, который нарисовал спрайты для всех монстров. Несмотря на продвинутую и яркую графику, игра была настолько хорошо оптимизирована на движке, написанном Джонсом, что запускалась на любой модели Макинтош. Но главной идеей Джонса, которая выделяла игру на фоне остальных крупнобюджетных шутеров, стала история, которую он прописал для Pathways into Darkness. Он не хотел, чтобы игра стала просто очередным набором комнат с отстрелом разных монстров, без объяснения происходящего. И поэтому уделил пристальное внимание концепту сюжетной линии, которая бы стала тузом в рукаве в битве на рынке конкурентов. 5 мая 1994 года эмиссар Джияра, представитель древней инопланетной расы, внезапно отправляет сообщение президенту Соединенных Штатов. Джияра сообщает, что мир, каким они его знают, исчезнет всего через 8 дней, и все из-за гигантского могущественного существа, бога сновидений, который похоронен глубоко в недрах планеты под пирамидой Майя на полуострове Юкатан в Центральной Америке. Древний бог находится в процессе пробуждения, которые необходимо прервать, чтобы спасти все живое, даже за пределами земли. Для выполнения миссии предлагается взорвать ядерную бомбу малой мощности в непосредственной близости от бога, что временно бы вывело его из строя и похоронило под тоннами камня. Хоть это и не убьет спящего гиганта, но план отключит его на время, достаточное для того, чтобы Джияра прибыл и разобрался с ним более решительно. Армия США отправляет к пирамиде группу из 8 оперативников спецназа. Они высаживаются с воздуха прямо на древнюю пирамиду. Персонаж игрока, один из этих десантников, теряет сознание при высадке, а очнувшись позже, обнаруживает погибших союзников и сражается с монстрами, кошмарами, которых создал дремлющий бог сновидений для своей защиты. У игры было несколько концовок. Лор раскрывался из записок и исследования тел погибших солдат, которых игрок обнаруживал на пути. Сюжет пугал игрока, завораживал и заставлял двигаться вперед, вызывая неподдельный интерес. Похоже, что именно так и начал складываться индивидуальный почерк игр Банджи. Игры студии всегда обрастают богатым лором, погружают игрока в свой мир не прямолинейно, а шаг за шагом, мотивируя исследовать его тайны. Конечно, в 1992 году такой способ повествования отчасти был выбран из-за технических ограничений. Но даже спустя десятилетия подобные черты можно встретить во всех проектах студии. Поскольку в Pathways Into Darkness было вложено столько сил студии, Банджи необходимо было продать ее куда большим тиражом, чем 2500 копий. И для того, чтобы заявить о себе на весь игровой мир, студия представила первую версию игры на выставке Macworld Expo. Готовый бета-билд игры завершили буквально за несколько дней до мероприятия ценой Бессонных ночей. 18-ти часовой рабочий день Джонса определенно стоил того. На выставку привезли 500 демо-копий, в которых было несколько готовых уровней игры, и, что самое невероятное, почти не было багов. После такой презентации к игре про темные коридоры пирамиды было приковано колоссальное внимание. Наконец-то на Mac вышел достойный проект, графически превосходящий Doom, который вышел примерно в тот же период. Получилось ли студии достичь продаж выше 2500 копий? Что ж, еще как. Игра имела успех и у критиков, и у игроков. Но что самое важное, это был первый громкий коммерческий успех Банжи. Игровая пресса отзывалась об игре очень тепло. Pathways даже была удостоена наград «Приключенческая игра года» по версии Inside Mac Games и «Лучшая ролевая игра» от издания Macworld. Продажи значительно превысили ожидания Банжи, и спустя год, в феврале 94-го продажи этой игры вырастут до семизначных цифр. Такой успех позволил парням переехать из однокомнатной квартиры в настоящий офис в южной части Чикаго. К ним даже присоединился первый штатный сотрудник Дук Зартман. Он стал этаким комьюнити-менеджером Банжи, представляя студию на всех публичных мероприятиях. Несмотря на яркую картинку, геймплей Pathways Into Darkness едва ли можно назвать простым. Игра была настоящим хардкорным приключением, и остается таким и по сей день. Игра до сих пор доступна для бесплатной загрузки на современных компьютерах Mac из App Store. Pathways Into Darkness использует интерфейс из четырех окон. Каждое отображает какую-то важную информацию для игрока. Основное окно Игровое То, в котором игрок исследует мир и сражается с чудовищами. Второе окно Окно Инвентаря Полностью текстовое. В то время, как некоторые важные предметы можно активировать из окна мира, большинство все же можно использовать только двойным щелчком на панели инвентаря, что было не всегда удобно. Особенно в рамках одного монитора маленькой диагонали. Третьим окном было окно сообщений. Это некий рассказчик. В нем отображалась информация о действиях игрока и об окружающей среде. Например, вы обнаружили загадочную руну, или вы нашли скелет мертвого нациста. Наконец, в четвертом окне отображались данные о состоянии здоровья и силы игрока, а также показывалось оружие и кристаллы, которые экипированы в данный момент. Во всем этом было непросто разобраться, особенно когда геймплей заставлял всегда быть на чеку. Коридоры внутри пирамиды были достаточно узкими, так что от атак врага уворачиваться было крайне сложно. По этой причине к игре прилагалось полное руководство, написанное собственноручно Джонсом, и рассказывающее не только об особенностях управления, но и о каждом монстре, предмете и механике игры. Да, в играх тех лет вам никто не устраивал обучающих уровней, да и ютюберов с гайдами тоже не было, так что все что оставалось листать подобные книги, которые зачастую были довольно объемными. Одной из самых увлекательных особенностей была механика общения с духами. Дело в том, что кроме обычного геймплея беги стреляй, пасвейс была требовательна к внимательности игрока. Вам нужно было постоянно придумывать способы продвинуться дальше к недрам пирамиды. Чаще всего этот процесс был завязан на общении с мертвыми, чьи останки вы могли найти во многих залах. Для этого вам было необходимо использовать желтый кристалл, который получал игрок на ранней стадии. Активировав его возле мертвого тела, вы получали информацию, которая могла бы помочь игроку пройти в новую область, решить головоломку или избежать казалось бы непреодолимых препятствий. Сами же диалоги с такими призраками были представлены специальным анализатором текста, который игрок может использовать для ввода слов или фраз. NPC могли ему отвечать. Конечно, это далеко не алгоритмы современных ботов на нейросетях. Чаще всего диалог развивался при вводе ключевых слов из предыдущих обращений NPC. Но для 1993 года подобные технологии в рамках шутера от молодой студии были просто непостижимы. Безусловно, успех Pathways Into Darkness сформировал видение игр студии Bungie на годы вперед. Ну а высокие финансовые показатели открыли новые возможности для развития и, конечно, послужили мощным мотиватором к разработке следующей игры сиквела Pathways, который в конечном итоге вылился в совершенно другую игру, принесшую Bungie еще более ошеломительный успех и вошедшую в золотой зал славы игровой индустрии. Марафон. Ролик про историю создания и особенности этой игры, а также о том, как она повлияла на шутеры того времени, уже сейчас доступен у меня на канале для всех зрителей, которые оформили спонсорскую подписку YouTube. Напоминаю, что такие большие видео чаще всего не монетизируются, так что если тебе понравился этот ролик, то ты можешь поддержать канал символической суммой и уже сейчас посмотреть продолжение истории. Ссылка на спонсорскую подписку будет опубликована в описании под этим видео. Ну а пока спасибо, что досмотрел этот ролик до конца, надеюсь ты узнал что-нибудь новое и тебе понравилась эта история. Редактор субтитров Корректор А.Егорова